Ну что ж, ну что ж, друзья, я вас приветствую, и это заключительная на сегодня Best of 2 встреча в рамках Pro.Dotacup серии, и встречаются здесь команды Mongols, которые мы уже, которые мы уже сегодня видели, которые отыграли с рейвами 1-1, соответственно, ну и Rex Regum Aquaeon, соответственно, которые вы видели немножечко ранее, возможно, вчера. Если приходили на этот же турнир, так, мы все проверим, да, все хорошо. Вроде все работает, но если что, вы, конечно же, пишите, не забывайте в наши группы ВКонтакте, vk.com slash ucc.dot, а в наш Twitter, twitter.com slash ucc.league, соответственно, и мы все обязательно, все ваши фидбэки зачитаем. Ну а тем временем, тем временем, Mongols у нас забирают себе комбинашку Мирана Шидоу Демон Кунка, с помощью нее они могут гангать уже на ранних этапах кого угодно, без особых проблем. Ну, то есть, даст и купить Сэнд Кинга, можно Оракла, можно Сларка, можно Миды, кого угодно, естественно. Проблемы могут быть, как у них только Тайт Хантер, разве что, но там тоже, думаю, хватило бы и урона вполне. И так, далее, что ответили на это RRQ? RQ ответили на это, соответственно, Сэнд Кингом, Сларком и Ораклом. Под всем этим у нас есть неплохие шансы дать достойный отпор. Сларку, если дать пофармить и не давать ему умирать, да, соответственно, ну, для этого и было взять Оракл, то он может натворить делов в таких немалох. Потом еще и статов наворовать так, что и не убьешь его, при всем желании, после того как Феллспроме закончится. Ну и Афбаном, Афбаном, кстати, у нас от RRQ убрали Виспа, убрали Хускара, убрали Акса и Слардера. Не хотят они видеть этих товарищей. Ну а монголцы против себя не хотят видеть Бэтрайдеров, Пэстас Войда, Магнуса и Кипер Овелайт. Вот это лора. Ну и следующая стадия, предпоследняя стадия пиков, еще по одному герою сейчас себе заберут ребята. Монголзам уже нужно открывать карты, нужно брать либо Хардлейнера, либо Кора для себя, ну, либо посмотреть куда-то, вставить какую-то Мирану в другую сторону. Или пока непонятно кто куда. Ну, еще увидим. Ребята из Монголз достаточно хитрые, они могут всех переиграть, в том числе и себя. Поэтому тут нужно быть осторожным. 53 секунды, так, я кое-что проверю, все-таки. Нет, все хорошо, должно быть, по крайней мере. Да. Могут переиграть даже из себя. Так что сейчас нужно сильно не заигрываться, да, и взять более-менее что-то стандартное. Есть у нас Джиггернаут, есть у нас Тараблэйт, есть у нас все, что, есть даже Луны, господи. Можно взять ее. То есть у нас здесь бюджетный Монта Стайл, поэтому почему бы и нет. Но пока что берут Мидера. У нас Ретрибьюшн будет отыгрывать на Инвокере. Ну, хорошо, посмотрим на это. Как это будет все обстоять в результате. Ну, а РРК должен забирать себе Као сейчас. Ну, Сэнд Кинг, вероятно, пойдет в Мид. Посмотрим, как ему будет... Не факт, что вот эти Миды еще. Посмотрим, как он будет отстаивать против Инвокера. Может сделать выбор в пользу чего-то другого. Да, ну, то есть пойдет помогать либо в лес, либо на линию. Ну, а в Харта отправит кого-то другого. Еще есть Мид, так что тоже не исключено. Но в Мид у нас РРК, я, к сожалению, скорее всего не предугадаю, кто у нас будет появляться. То есть можно попробовать взять Пака того же. Сайленс очень приятно смотрится против Инвокера. Сейул и Дрим Койл, вот эта вся вещь. Она, все эти прокасты от товарища Карла неплохо контрит. Так что, может быть, и увидим. Может быть, и увидим именно Пака. Ну, не исключено появление таких персонажей, как Пака. Тоже хорошо, что можно креста выйдет. Все это дизрапшены, сулкетчеры, все вот это вещи. Все стрелы, санстрайки. Так что тут можно задуматься насчет именно Пака. Но делают выбор в пользу Тинкера. В прошлый раз, когда делали выбор в пользу Тинкера перед Паком, игра проигрывалась. Посмотрим, как пойдет здесь. Пока что Тинкер, в принципе, неплохо. Неплохо. Сделан Сксифер выбор в пользу этого товарища. Так что, ну, я думаю, делает он его не зря. Как минимум, в любом случае. Так что, все еще впереди. Ну, и следующая стадия банов у нас. Монголс. Нужно убрать, соответственно, хардлейнера. Желательно какого-нибудь, пока что берет Элдор Титана. Ну, кстати, не исключено, что был бы Элдор Титан. Если Сент-Кинг оформит хороший подкоп под маршем машин, там еще Сларкл напомст кого-нибудь поймает, это могут быть большие проблемы. Большая проблема у команды Монголс. Но очень, очень они, возможно, свои неуловимы. У Кунки есть Крест. У Мирана есть Лип. У Инвокера Голст Волк. Так что они тоже не лакомшит, как говорится. Ну, и антимаг убирается от Монголсов. Последний банк за командой РРК. Ардлейнер. Убрали они антимага, поэтому есть вероятность с появлением. Возможно, Тимберсоу будет в хард. Либо все-таки второй саппорт, и в хард пойдет у нас Сент-Кинг. А может быть, вообще пойдут 2-1-2 сейчас, да? Начали практиковать на пруду ТК. Такую вот стратегию, старую добрую. Хотя, одна карта была, где шли 3-1-1. И в целом, эта стратегия была оправдана. Что ж, дополнительное время. Саппорт или же хардлейнер для команды РРК. Убрали у нас Бутрайдер, убрали ФС-Войда. Поэтому, если думают насчет харда, то Тимберсоу был бы очень неплох. Но это Рикимару. Второй саппорт, ну, четвертой позиции. Все-таки, я думаю, у Оракла будет поменьше у нас возможностей. Вот отключился. Рикимару. Роум саппорт очень неплохой. Тем более, неплохо он переигрывает выходы тех же всяких шедоу-демонов. Да? И Кунка всегда пойдет под смоками. И рядом стоит Рикимару. Это все сбрасывается. Рикки все прекрасно видит. И убегает в идеале. В неидеале. Совой шедоу-демон и Кунка носят дасты. Носят дасты. И тогда Рикки будет пару раз приговорен к смерти. Но после этого, я думаю, он, в принципе, не будет куда-то высовываться далеко. Чтобы не подставляться. Не подставляться под эти все дела. И Спиритбрейкер в качестве хардлейнера у нас появляется для команды Монголс. Отличная у нас. Сегодня ожидается по всему игра. Вот и это тоже. Спиритбрейкер. Маскарад, да? Это хардлейнер. Санки у нас фармящая Мирана. Прокси на саппорте. Да, шедоу-демон. Трипл-эйнэма Кунка. Ретрибьюшн на инвокере. И маскарад, соответственно, Спиритбрейкер. Такая у нас команда Монголс. Ну а RRQ пока что Kill to Z на Сент-Кинге. Но Иксифер забрал себе Арикимару. Остальные пока что у меня лагают. Вот, варишь забирает себе Оракла. И остальные немножко. Ну сейчас все подсоберутся. Чтобы были готовы. Ждут, да, пока что. Все-таки нюансы есть. Дота, друзья. Так, вот, нет, все-таки у нас варике какие-то проблемы. Не могут им подключиться совершенно. Да, мы видим, что вообще не в игре. Ну вот, Яби еще в игре, да. Да, то Рикимару не в игре. Такие вот у нас проблемы, да. Ну что, остался тогда Тинкер для... Тинкер для Яби, я так полагаю. Ну и Куала заберет себе Сларка. И ребята пойдут на свои линии. Ну а пока у нас пауза, друзья. Я напоминаю, что не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Где много всего интересного. Да, у нас я безобрал Тинкера. Это vk.com.ucc.dota, соответственно. И vk.com.ucc.league. Ну а также наш аккаунт в Твиттере. Twitter.com.ucc.league, где анонс всех трансляций. Самая горячая информация из мира киберспорта. Я так полагаю, можно будет найти. Также переподключается у нас Куала и забирает. Я так полагаю. Да, Сларк последний свапаться, я думаю, не будет. Все ready, все готовы. И гуглахов по обеим командам, соответственно. Игра начинается. Есть у нас смоки. Тут санстрайк приветственный, кто летает по ябе. Good luck of fun. Полетили. Уже смоки есть ТП от Рикимару. Рикимару идет вардить, соответственно, вражеские стаки снизу. Здесь будут пытаться похитить урну, возможно. Есть у нас моментальная просветочка. Да, тут две просветки. В центре пока я не наблюдаю. Есть смоки. В центре нет. Маскарад, в принципе, не участвует во всем веселей. И слушайте, а сейчас в смоках-то не пропадут. Если смоки встретятся с Рикимару, тут же будет просветка. И есть шанс приговорить. Тут санстрайк в каще нужно будет поймать на торрент. Поймать можно в дизрапшен. И большая проблема у Ксифера здесь, если он отсюда не уйдет. Но он уходит и живой-здоровый. Никого не встречает. Здесь команда Монголс. Так что все спокойно. Что если бы смок спал, там бы, конечно, без шансов приговорили. Таким образом, спасает себе жизнь. Ксифер, уходя. В другую сторону Руну, я думаю, он похищать не будет. Потому что, как только поймут, что здесь находится Рикимару, тут же можно даже заранее дать просветку одну. Посмотрим, как сделают в первую очередь ребята из команды Монголс. Просветка у нас у Немо. Трипл-Ай Немо. И у Прокси тоже две. Просветок предостаточно. Крикимару не готовы. Просветка не пошла. Инвокер перекликал сверху. Забрал Тинкер в противостоянии между Тинкером и Инвокером. Немножко выигрывать Тинкер. Это всегда, ну, не всегда, но в большинстве случаев опытный Тинкер сможет переласхитить. И тем более Лазер периодически можно давать, чтобы мешать Ретрибьюшн. Здесь будут фармить, да? Ну, Инвокеру. В данном случае Ретрибьюшн. Хотя пока вот мы видим, что получается достаточно неплохо. Достаточно умело. Фармите, смотрите, как уходит Кунг у нас наверх. 2-1-2. Решили, видимо, поставить на данном этапе. Но Спирит Брейкер будет не очень приятно. Тут Оракл, тут Сларк. Там еще и СК где-то по лесам бегает. Может вылезти. Плюс Рикимару наверняка себе Орбов Веном приобретет в ближайшем будущем. Ну и вот так вот будут периодически настреливать. Тут у нас видят Кунгу. Кунг не успевает отвезти. Ну, ага. Рикимару все это парит. Все это парит. У нас пошел на круточкам. Там Хайдукин. Далее. Торрент мимо. Паунс есть у нас. Паунс есть. Подцепили. Нема. Большая проблема. Разгон хватит. Урона. Урона хватит. И 3-1-1 отсюда никуда не убежит. Слушайте, отпустили. Серьезно? Почему? Лол. Торрент пошел. Сейчас будет просто-напросто степаута уходить. Но нет. Тычка. Последняя от Варижа. И это очень интересно. Почему у нас 2 кора отпустили. Ну, господи. Один кор и Ром Саппор отпустили. Это вот живым и здоровым. Это очень интересно. Чуть было... Чуть было не... Не простили там тем временем. У нас продолжает Маскарад веселить. И Кунг отправляется уже теперь в мид. Посмотрим. Видим, что немножко впереди, да, на 2... На 3 крипа находится Ябе. Но вряд ли это будет долго такое сохраняться. Поскольку все-таки лазер все будет больше. Вот очередной лазер. Торрент, возможно, пойдет. Какой-то торрентик. Нет, нет, пожалел. Жадина. Ну что ж, Маскарад сверху. Вроде как не так уж и плохо. Есть даже 5 крипов. Постоял на линии достаточно уверенно. И уже что-то имеет. В первую очередь, второй уровень. Скоро будет третий. Наполнить, если кто-то его поймает, то поддержка будет. Но поддержка... Хотя, слушайте, а где у нас СК? Ну, СК фармит на лоу хп, понятное дело. Что-то ему подойти на помощь не получится. На сцене Ретрибьюшн немножко просел. Будет ли у нас проказ? Пошел смокскрина. Хватит ли очень больно лазер? Ракеты сейчас еще полетят. И Ретрибьюшн минус. Только сейчас разгон у нас есть. И будет, возможно, отменять. Хотя, слушай, хотят что-ли приговорить Ретрибьюшн. Будет ли у нас Торрент, соответственно. Вот, полетел. Должен был уже лететь Торрент сейчас. Торрент и жить... Нет, не стал. Почему? Ну, Кунка. Что ж, так. Пошла у нас просветка. Проксифирую сейчас зато. Можно его хотя бы забрать. Не стали. Почему идеальный Торрент не давался после Баша? Спиритбрекера мне непонятно. А это была очевидная цель. Но вот как-то... Рассудили так. Тем не менее, 0-2 в пользу команды. В пользу команды RRQ. Фармит, конечно, Мирана. 26 крипов у него лучше на карте. Здесь подцепили. Есть Крес, есть Торрент, есть Колдснеп. Но сейчас Санстрайк не должен отпускать Яби здесь. Приговорили, фейлифайл, слушайте, еще живет от Дефл. В результате что-то не умер, а умер. Потому что ТП от Варижа получается. И очередной раз, минус 1, Кунка погибает. Управляется в таверну. И 0-3, кто у нас... Да, Оракл забрал. Не получилось. Даже с прокаста, даже с поддержкой Кунки сделать. Там еще и смотрите, Ковариж просто-напросто поражал Смоки. Сейчас в спину заходит. Сейчас может начать накручивать Форчунс Энд. И Детрибьюшн снова никуда не уйдет. Прокаст дождется у нас Ябиш. И что тогда? Ябе. Точнее, Ябе. Там тем временем Рикки Мару. Отлично. Миран получает за Рикки Мару. А Инвокер получает за голову Сларка. То есть вот так вот у нас двойное произошло убийство. Здесь подцепили Рикки на достах. Да, у нас парень с достами находился. Ну, а тут подцепили Рикки. Сларка настанет. Наполно просто-напросто санстрайк. И неплохо сыграно. Хватает урона уже 162. Неплохо на первом этапе. Тем более, когда всего 720 хп. Так, пошла накрутка. Здесь подцепили. Трипл-А и Немо. Будет ли прокастик? Лазер, хоть что-то давать. Просто нам просто с руки добить. И подхилял в результате Немо. И ретрибишно выходит. Теперь непонятно никого бить. Пошел Крест. Крест пошел по Ябе. Тут же Торрент. Хватит ли у нас возможности добить? Есть ли санстрайк? Санстрайка маны не хватает. И ябе отсюда скорее всего скроются. Санстрайк 175. Маны слишком много. И Тинкер приостанавливает игру у нас. А что такое случилось? Все в порядке. У нас, сори, отжимает гол. Ну и готовы. Готовы они дальше продолжать давление. Там тем временем снова сейчас Рики в зоне риска. И сейчас уже санки в зоне риска. Потому что могут на него выйти. Тут же подкоп. Будет смоук скрин. И это может не уйти. Сейчас санки. Будет ли у нас поддержка какая-то от кого-нибудь? Есть ТП. Хорошо санки. Лип. И жить. Жить буквально даже Орб офеном. И все хорошо закончилось. У нас успел. Лип прожить своевременно. Не хватило урона пока что. Тут еще и кунг приходит. Пешком, правда. Но тут подоспел бы. Да, уже с дизрапшином. Прокси бы справился. Там тебе он говорит. Давайте-ка поставим варды. Да, сты чуть было не зацепили. На краешке буквально тут остановился. Насрикимару. И... Да, этот килл делает Насрикимару. Не успел среагировать. Анимация была бы слишком долгая. Подцепили сейчас, конечно. Вот ли торрент. Торрент есть. Но просветочка отлично. Иксифира будут наказывать. Здесь никуда отпускать его, конечно, нельзя. Но сделал важный килл. Разменял свою жизнь на жизнь кора-героя команды Мангос. Поэтому... Правда, там тем не менее, в медлении. Есть разгон. Тут же моментально ТП. Санстрайки выталкивают. С подсанстрайка. Но нет, проходит все равно Лазер в ответочку. Убили все-таки у нас Ябе. Ябе убил Инвокер. Пытается разогнаться. Здесь отхил Батлом еще. И сейчас будет Лазер через 7 секунд спирт. Леон просто сурки затыкал. Ябе двоих забирает. И это отлично сыгран. Здесь он успел навесить фейт с Эдикт. И не получилось убить просто-напросто у нас спиртбрекеру сурки даже. 3-6. Опять-таки вырывается вперед команда РРК. Отлично, у них все. Графики снова падают. Абук с небольшой Батлом. И с Эксифиром. Отлично. Вперед. Вперед из песни вырывается. Команда РРК. И сейчас у нас Эксифир. Продолжает ромить. Отлично выполняет свою роль. Осталось до варды. Ему бы еще сентри какие-то приносить, чтобы ломать вражеские варды. Но он не Сларк. Он пока что догадаться не может. У Сларка у нас есть ультимейт. Он в принципе может подсказать, где стоит искать. Потому что, например, вот этот вар должен был бы видеть. Уже догадаться, что там что-то имеется. Ну и что там. Тем временем подцепили. Снова Тинкер. Очень большой пароказ. Очень больно. Смог с Крин. Успеет ли повесить, чтобы Ябе последние два удара сделать. И Ботлом не отпился. Здесь он уже бежит. Слушайте. Бежит здесь перед Брекем. Нельзя отпускать. Ксифир. Успеет ли уйти в невидимость. Последний удар. Буквально сделать. И тут Паунс. Сларк наказал погнавшийся за Рикимару врагов. Тут еще ответку Смог с Крин успел накинуть. И отходит. В результате очередной килл для Сларка. 4-7. Но забрали Тинкера. Забрали Тинкера, что уже неплохо. Итог боя. Мы видим, что 387 золота заработала команда. Так что у них все замечательно. Рубик. Рубик. Точнее инвокер у нас. Точнее инвокер. Рубик. Точнее инвокер. Да. Ретрибьюшн. А не Рубик. Ну и что. Получается сейчас есть небольшое преимущество у нас. У ретрибьюшна после этого убийства. Ну и Санки. Тоже пока что на первом месте по Ласхитам. Ну и по Натворцу. Он в принципе тоже впервые. Несмотря на то, что его убивали один разик. Он себя тут спиритбрейкера наказали. Ну просто-напросто. За руной зачем так сражаться? Прокаст нереальный. 240 плюс 200, 540 плюс еще Фортунс Энд. Да, неприятно. А что опять? Да хватит. Как это происходит? Объясните мне. Почему он такой... А, через эпицентр. Через эпицентр. Прошу прощения. Вот этот фраг нельзя было пропускать. Через эпицентр он нас забрал. Соответственно. Не один Рикимару, а вместе с Санкингом. У него это получилось сделать. Отличный выход. Опять-таки не позволяет фармить. Арарскому Куру. Фармят их стаки всевозможные. Тут же с линии прогнали. В результате на Творство сейчас уже и перевернулся. Да, вот мы видим 3400. Теперь Сларк на первом месте. Пока еще полосхиты. Посмотрим. Ну, такое. Да, уже. Текущее золото. У нас 1300 фармить себе на Блиндаггер. Очень сильно хочет. И вот он. Варт наконец-то поставили. Здесь есть Блинк. Есть стрела на секунду. И дизрапшин. Ну что это такое? Почему не сыгранность? Подкоп на развороте сейчас просто-напросто. Прокси приговорят. Да, получается корабль минус 2. Отлично. Игра в этот раз все с играми получилась. И здесь, кстати, Вариш может приехать. Навешает на себя. Соответственно, он фейс-эдикт. И Вариш, Вариш. Вариш. Хорошо, ультимейт. Хватит ли ему подхел. Сейчас Флейм пытается настакать. Но вряд ли здесь хватит. Крутку пытается сделать. Хотя бы убить на развороте Неман. Получится ли две тычки? Нет. Не вышло. Не вышло здесь у нас. К сожалению, нет. Вас сделайте. Это 3 в 0. 3 в 0 на развороте. Несмотря на несыгранность. Несмотря на то, что у нас Старфол, который замакшен, ушел в никуда. Лучилось убить и Сэнд Кинга. Это все потому, что Кунка пришел. Санстрайк пришел. Все пришли. Так вот. Отлично. Ну что, 7-9. Вырывается вперед. Графики сейчас поползут вверх. В пользу команды Аман Голз. Готовы давать отпор. А ребята готовы снова искать. Через 12 секунд эпицентр. Невозможность кого-то подцепить. Опять-таки 3. 2. 1. Ну и подкопчик сейчас будут, конечно, делать. Ищут. Ищут, находят. Они нас. Крипов заберет. Санки. Санки должны найти. Ну и слушайте, господи, как же они не нашлись друг с другом. Полетит ли стрела здесь. Там, ну, Сарка. Чуть не убили, кстати, сверху тем временем. Но это все хорошо. Ну и вот он находится. Есть ТПС. Есть смокскрин. Будет ли у нас что-нибудь делать в Сэнд Кинг? Сэнд Кинг ничего не делать. Здесь же просветка. И Ксифир, скорее всего, отсюда не уйдет. Хотя, слушайте, а мы можем попасть эпицентра, скастовать здесь. Тут пошел Moonlight Shadow. Ксифир, большая проблема. И вынужден сейчас, как лузат, будет отступать. Есть блинка. Отсюда попытаться уйти. Смокскрин на развороте. Подкопчик. И Ксифир вроде как убегает. Здесь у нас просветка на нем. Просветки на нем нет. Есть. Зато Сэнд Рювард здесь его видит. Сейчас будет разгон. Скорее всего, нужно бежать. Где же разгон? Разгон только сейчас появился. И находят они уязвят другого. И Санстрайк попадает прямо по Ксифиру. Вот это неплохо. Ретрибьюшн знает свое дело. Отлично. В итоге снова минус 2. И сравнивается счет 9-9 в пользу ничью. В пользу ничьей. Отлично. 9-9. Тысяча. Ну и получено преимущество. Ребята там тем не менее что-то бегают. Бегают, бегают. Куала. Ищут. Скоро Шидоу Блейд. Скоро есть возможность убивать каких-нибудь Ораклов. Рикимару. Но Рикимару нужно будет парить очень хитро. То есть с Достами бегать. Как только у тебя пассивка. Ну, ты-то не будешь его видеть вообще никак. Ну и что, смещаться в медленнюю здесь в Достах уже есть. Есть разгон. Ультимейт через 20 секунд. Здесь дезрапшен. А здесь это как раз таки есть у нас ультимейт. Там еще Ксифиру нашли. Корабль полетит. Ультимейт. Традиционно тут находят Яби. Яби, скорее всего, сюда никуда не уйдет. Пошел у нас в ультимейт Оракла. Торрент мимо. Здесь подцепили. Прокси. Ой-ой-ой. Ультимейт не поджалел. Спрятал, конечно. Но это не поможет совершенно ни в коем образом. Здесь пошли двое Достов. Аж Ксифира находят. Также пошел Старфоу. Очень неприятно. Торрент попадает. Еще и по Келтузаду. Будет его ловить. Да, подсадили на крес. Сейчас просто-напросто расстреляют с руки. Стрела попадает. Паука Али. Там Терене сбивает. Даркт факт. Там, соответственно, Куала. Подкорпчик. Пакалоле. Прямо-напросто Санстрайк заходит. Он вынужден убегать. Дальше бежит. Есть у нас. Вижен. Ну, нету. Шэдоу Блэйд уже нашел. Тут Келтузаду будет заталкивать. Получается. Но сейчас просто-напросто у нас догорит. У нас есть там уже вард. И это 11-11. Два в два размен. После такой невероятной драки. Всего лишь два-два. И сюда опасно. Слушайте, будет ли разгон снова? У нас нет маны. К сожалению, тут бы он увидели. И тут вард не достает. Вот так вот. Два-два. Но в плюсе у нас оказалась команда по-прежнему Мангос. Нафармил у нас и Спирит Брейкер. Нафармил у нас и Мирана. На развороте хотят. Смотрите-ка. На развороте принять Куалу. Но получится ли у них это? Есть у нас тут центр. И Куалу, поскольку все-таки видят Санкла первого. И будет ли Паунс. Будет ли что-то еще у нас в Паунс. Решает другого Прокси. Первый удар. Но подцепила не того. Санкла будет ли продолжить сражение. Нету Шидоу. У нас Дэнса, соответственно. Рикки Марс. Есть Санстраки. Есть Стрелай. Попадает. И корабль. Торрент. И все-все-все. Пытается Паунсом выскочить. Не получается. Стрела все равно летит. Тут же разгон на Вареже. Вареже тоже отпускать не хотят. Отличный камбэк у нас. Сейчас мы видим. Вот Монголс его приговаривают. Здесь смерть. Оракл. Он отправляется в Тауэр. Но тут Яби очень бит. Его может тут на крест подсадили. Келтузада поставили моментально. Сентри. Будет ли ловить. Просто-напросто выкапывается. Пошли разгон. Не хотят отпускать совершенно. Ультимейт. Есть уже. Будут его ловить. Конечно. Не пошли дальше. А. Нашли другую цель для ультимейта. Просто-напросто пару ударов. Санстрайк также. Но крест не очень тайминговый. Нужно еще пару раз сделать. Да. Делается. Но подкопа твои. Маскарада. Большая проблема. Сейчас нужно отсюда уходить. Ксифир. Блинк. Будет ли смокскрин. Есть смокскрин. Просветка моментально. Прячется. Дизрабшина. Отлично. Все еще хотят сражаться. Но и успеет люти. Но нет. Ультимейт ксифиры не заканчивается. И погибает все-таки у нас маскарад. Дальше идет сражение. Килтузет очень сильно под салкетчером проседает. Будет ли какая-то поддержка до салкетчера. Нет. Нет. Прокси сейчас может погибнуть в результате всего этого. Будет у нас Блинк. У нас еще и ААА Немо. Вот так вот. 15-12. В результате плюс 4 фрага оказалась команда. Мангос был 11-11 счет. Ну и стал 15-12. И графики по-прежнему у нас и Мунать Шиду. Снова у нас бегут дальше. Мунать Шиду хорошо. С Куалой драться. Будет ли какое-то продолжение. Дарк Пакт. Здесь его находят Фаржи. И конечно он отсюда уйдет. Если у него Шиду Дэйт через секунду. Тем более поддержка идет в виде Рекимару и Оракла. Все хорошо. Все спокойно. Далее что у нас. Яби. У Яби есть Трэвел А. Нужно куда-то летать пушить. Но пока что летать пушить особо некуда. Единственная пушь, которая у них снесена. Это не одна. Соответственно все они стоят еще Т1. Поэтому вот самая лакомая цель это вот это. Ее нужно сейчас сломать. И чтобы летать можно было чуточку дальше. Для нашего товарища на Тинкера. На Тинкера. Здесь тем временем у нас Мидас пока что не так окупается. Сильно барабаны только-только привез себе Ретрибьюшн. На 14 минуту у него все еще впереди. Там тем более есть Сларк. Который он придется иметь дело в лейте. А там Смакин. Там Смакин, который на Кагл у него хватает. Но есть Шадо Блейд, который он сам прожмет. При желании либо побайтить просто-напросто на этого самого Сларка. А тут есть Рекемар, который разведывает. Прекрасно сейчас видит они где находится Ретрибьюшн. И сюда уже вся гвардия мчится. Есть СК. Есть у него Блинг Даггер. Так что Ретрибьюшн скорее всего здесь будут приговаривать. Возможно чуть вперед подойти. Вот они сигналят. И Ретрибьюшн. Ретрибьюшн, да. Ретрибьюшн здесь что-то боится, слушайте. Чувствует. Чувствует, товарищ. Что что-то не так. Нет команды совсем нигде. Ну и Куала так же сюда бежит. Пока что без Шадо Блейда. Но тем временем у нас... Ну, это совсем мейнгейм. То есть если он поймет, что Кентавр станет при количестве больше, чем 3, то да, тогда поймет, что здесь Рекемар. Но Рекемар еще и спалился сейчас. А ребята из Монголс понимают, что что их искать. Сами нас найдут. Давайте лучше башню снесем. Такие, ну да, давайте. У нас Аганим. Да, 60 золота осталось. Эта пачка крипов умрет и уже есть Аганим. Так что все замечательно. У команды Монголс вышку они сейчас снесут. В ответ им, правда, могут снести Т2. Первую Т1 снес сейчас у нас Старк. Тут, правда, две вышки можно попробовать забрать. Медлиней все силы для этого имеются. Снизу есть сила не самая большая. Но Куала может немножко поцарапать хотя бы. Ну и что, будут ли предпринимать какие-то действия. Либо опять пассивно ждать и стоять развития событий. Каких-то непонятных. Ну и что, вот и Аганим есть. Блинки есть. Блинки аганим есть для Мираны. Но они тоже заходят на Т2. Не собираются останавливаться. Пропушивают с помощью Старфола очень так знатно. Основательно. Но здесь снесли Т2. И смоки моментально перевортируются уже на верхнюю линию. Бегут, бегут. Хотят они кого-нибудь здесь подцепить. Ну кого вы подцепите. Есть барабан, который на изготовке. Готов встречать любого. Башня упадет. И ребята моментально отсюда должны убираться. Потому что понимаешь, что в спину заходит и Куала. Здесь пошел Мунлайдж. Иду к тому же. И сейчас на развороте могут попытаться в смоках подловить. Кого-нибудь поставить сюда с эндри. Есть разгон по Каале. Большая проблема. Пошел у нас эпицент. Сразу же смокскрин ставится под копчик. И этот корабль хорошо попадает по двоим. Сейчас очень неплохо. Сан Суэкзалетает тоже двоих сметает. Оракл прогибает. Здесь большая проблема. Килл взял просто-напросто тоже. Через ультимейт Пурш убивает. И это три моментально в ноль. Еще и Куалу подцепили. Здесь у нас пошел Шэдоу Дэнс. Можем спастись. Ракеты, конечно, наказывают Кунгу. Но тут просветок нет, что ли? Серьезно. Спасается бегством. Сейчас у нас Куала. Шэдоу Блейдом. Ну что, это три в ноль. А, нет. Кунг уже забрал. Все-таки у нас Тинкер. Да, немножко злота получил Сарк. Поэтому все равно в плюсе оказалась команда Монголс. Ясное дело, они больше саппортов забрали, чем команда РРК. Но все-таки сколько-то забрали там, где вы не смотрите, что делает Яби. Просто обстал. Ну, да, не сильно ощущают пока что ракеты. Ракеты у нас на дочке, так полагаю. Да, у нас, да. Ракеты на дочке пробивают не сильно. Не так сильно, как могли бы. Но, тем не менее. Тут у нас Ретрибиши находит... Сефир, точнее, находит Ретрибиши на. Там, типа, не тревол. Да, ракеты полетели. Пошел смокскрин. Будет ли проказ? Пошел еще и просветочка. Моментально тут же Санстрайк в ответ. Но Дефинблаз мимо. Слушать последнюю тычку и барабан. И жить. Да, выживает здесь у нас товарищ Ретрибьюшн. Не удался ганг. Урона пока что не хватило. Реки пока что слабоват. Инственно, урон у него с Фейзы до Орба Феном. Что помогает не так сильно. Ну, и Яби тоже. Пока что не так много прокастов может выдавать с помощью своей перезарядки. У Коалы уже появились с Сабелька. На втором месте он по Нетворсам. Все у него на самом деле неплохо. Хотя графики показывают нам совершенно обратно. Что плохо все у команды. Пошел Шадо Блэйт. И на заводе, кстати, прокси можно приговорить. Если прокси не идет ТП и его видят. Да. Прокси здесь не ожелез. Потому что у нас разгон. Разгон на Вариша. Будет ли поддержка? Здесь есть ТП. Санстрайк моментально. Минус Вариш. Конечно же. И Коала решается. Ничего не дает. Он находится здесь. Он будет ли стрела? В него стрела уже была дана. Здесь есть поддержка в виде Ксифира. Если что, он даст просто-напросто смокскрин. Поэтому это соло-фраг на Оракли. Отлично сыграно, ребята. Здесь варды превосходные были. Как только заметили, сразу же пошел разгон. И Спиритбрекер. Спиритбрекер не дремлет. Отличная игра от команды. И от Маскарада, в частности. Сейчас Санки продолжат у нас фармить 2000 золота. Благодаря Аганиму он фармит просто бешеные деньги. Но тут Ксифир тут. Ксифир не фармит бешеные деньги. Но делает очень важную работу. Разведку. Для Коалы, возможно. Это будет полезно. Но тут переварживают в ответ. Что разгон в кого-то пошел. В кого прошел разгон у нас. Разгон пошел в Коалу. Это может быть проблемой. Но поддержки, конечно, никакой нет. Поэтому остановится, я полагаю. Здесь у нас... Не хочешь останавливаться? Есть ультимейт. Но если просветка. Если просветка была до нас. Санстрайк. И слушать, неприятно. А почему у меня был ультимейт? А ультимейт в кулдоне. Потому что здесь слушать. Просто-напросто ядом шедоуполженным. Проксин оказывает Коалу. Это большая проблема. Есть просветка по Ксифиру. Стрела сейчас тоже полетит. И разгончик не простят. Ксифира минус 2. Снова размен в 0. И продолжает камбэкать команда Монголд. Что же они творят на этой карте? Смотрите-ка. Невероятные вещи. Показывают. И снова в плюсе. Забрали теперь уже Коры. И поэтому золото им дали не слабо. Тысячу сверху. После всего этого еще и Блингдаггер приобретает от себя Санг. Санг-ка. Ну и все. Драться. Идти забирать Рошана. И готовы. Готовы ломать вышки. Т1 сломать. Т2 вот это сломать. Т2 тоже взять и сломать. Но сначала можно вот этого поломать. Вот этого поломаем. Потом уже будет спокойнее ломать все остальное. Ну и лица врагам конечно же тоже можно ломать. У нас будет вероятно Аганим все-таки. Да, но нет Форстаф. Форстаф решает для начала собрать себе Клтуз Зет. Но возможно правильное решение. Не факт, что он успеет себе приобрести Аганим. Для необходимой мобильности. Но Форстаф очень неплохо помогает выталкиваться резко из-под торрентов. Из-под прочих вещей. Ну да, вот он про каст. Стрела и минус. Минус волна крипов. Тут у нас бринкауты пошли. Понятно, что поставляться ябе ни в коем случае нельзя. Но тут Форгидами будет очень неслабо пробивать вышку. Пошло еще пассивная способность. Подойти пару раз ударов сделать. Не подставиться. Спокойненько. Катапульта стоит. И раз-два. Все, минус. Там еще и разгон пошел. На кого? Ой, на кого? Ой, большие проблемы сейчас могут быть. Будет ли бежать дальше? Но почему-то у нас в территории вышины помигали. Хватит ли урона у нас? Кова пошел. Санстрайк. Ультимейт. Санстрайк попадает. И минус. Отличная игра. Отличная связочка от двух игроков. Это Маскарад и Ретрибьюшн. Делают они свое черное дело. Усложняет жизнь Сларку. И продолжается разгон. Дальше Ретрибьюшн здесь нашли. У нас Секси Ферк. Сефир пытается уйти в Ультимейт. Но успеет ли он выйти? Да, уходит. Здесь есть корабль. Еще и нет. Торрент, по которому хватило этого. Слушайте, а на крест подцепить? Если бегу дальше, ускорили. Но не хватило рейнджа. А на четверочку вкачан крест. Но все еще не хватает немножко. Ну и что, Т2. Сейчас без коры, без разведки. Какой-либо стрела мимо. Если бы еще стрела была, так, конечно, была бы совсем беда, печаль. Но тут форги появились. И башня тоже моментально будет падать. Здесь, конечно, даже машинками не приходит отпушить Сиябе. Совсем беда какая-то у нас складывается, братца. Не понимаю, ну что он с Старфолы. Ну и минус башня. Ренты в ответку тоже. Как выходить с базы? Непонятно. Летит на низ. Тинкер. Его там же могут сейчас идти ловить. Скорат может пойти побежать. И все. И как вы найдете? Тут еще немного. Слушайте, келтузат стоит. Такой небольшой байт. Но за байт сейчас можно поплатиться. Ну то есть он же стоит здесь с какой-то определенной целью. Но пока что все, что он делает, это теряет опыт. Теряет опыт. Опыт терять нельзя. У нас 11 уровень. Это разве предел? Эпицентр 12... Два раза всего вкачан. Нужно три уже находит санки. И что? Что делать дальше? Тем временем у нас агоним для инвокера приобретается. Мне интересно, что задумал келтузарт. Заходите в спину к врагам. Когда вы проигрываете, постоянно было еще какое-то ТП отменено здесь. Пошел у нас Штоблэйд, по-моему. От Куалы. Да, но он скорее защитный, чтобы скрыться оттуда по добру, по здорову. И келтузарт. Если они сейчас заюзают смоки кого-то... Слушайте, господи. Неужто он чует? Неужто чует маскарад? Не, не почуял. Я уже думал сейчас. Найдут они этого келтузарда. Но пока нет. Не смогли догадаться, где же он прячется. Ну, парень на 2 ТП. Все у него хорошо. Там-то в нем засада-то очень неплохая. Пошел мунбайдж, и до сейчас все готовы. Готовы кого-нибудь ловить. И Каала, скорее всего, будет приговорен к смерти. Моментальности он тут... Нет, успевать полностью. Но тут бегут. Уже бегут, уже летит стрела, наверное. Тут 2 ТП моментально отменяет. Все, понятное дело, драться лучше не стоит. И посигнали, что там кто-то есть. Тут стрелой проверяют. Понятное дело, никого нет. Просто-напросто крипов подвести и сломать последнюю вышку. Потом забирать Рошана. И все. Тут, правда, ретрибьюшн в очень опасной близости. Но тут тревелана, крипов, конечно же. И минус 102 вышка, которую дефтят, я так полагаю, не собираются. Нет у нас глифа. Поддержку оказать может только Ксифир. Но у Ксифира поддержка такая сомнительная. Там еще разгон на кого-то дальше. Разгон на Тинкера. Но Тинкер отсюда улетит на базу. Да. Вышка упала. Так же быстро. Ну ладно. Упала быстро, скажем так. Ну и что, дабл деймниш находит у нас спиритбрекер. Сигнал, что пора бы забирать Рошана. Пора бы забирать Рошана. И, в общем-то, идти ломать Т3. Стрела попадает. Полагаю, можно было даже не смотреть. Йул для инвокера есть. Сейчас прокастаете. Самое страшное можно делать просто-напросто в одного. В таргет. Не боясь, что куда-либо дернется. Зафиксировать Йулу. Но потом пролетит ему в лицо. Хекс Торнадо, Метеор. Диффин Бласт. Йул, топор еще. Вот так вот. Ну что. Даже Айгис отдали для инвокера. Медально ТП отшал от Снака. Санки, точнее. Кого разгон-то я не понял. Кто-то же сюда бежит. Разгон у нас идет в Куалу, кстати. Разгон в Куалу и хочет отпускать. Вот у нас ультимейт. Ультимейт в Вареже. Вареже не отпустят. Конечно же, моментально сбрили. Даже не старая пытаться в Куалу. Вот оно. Вот оно профессионализму. Не стали даже реагировать на Куалу. Понимая, что он еще где-нибудь успеет убежать. А вот Вареж-то точно не уйдет. И его тут же ультимейтом и приговорили. Там ультимейт, там и Дарк Пакт, еще какой-то Шэдоу Блэйд. Еще бы оба успели скрыться, да. А тут хотя бы... Тут Синица в руке. Такой смотрит, говорит, не устраивает. Такая приятненькая Синица. На 232 золота. Все у них хорошо. Сейчас инвокер просто-напросто вкачает Алакрити. Да, он бафнул себя. Бафнет Мирану. Бафнет еще кого-нибудь. И Форгетов, да. И идти пушить. Идти пушить лайн. Там разгон на нижнюю линию. Кстати, есть ТП также от Retribution. И сейчас можно попробовать снова забрать. Есть разгон. Есть у нас просвет. Еще кого-то, что меня интересует. Еще и Мунлайд Шидоу пошел, но просветки нет. Просветки нет. Как же вы будете забирать здесь сейчас Каалу? Просто-напросто. Ну вот и все. Здравствуйте. Пытается он найти, но, конечно же, бежит Каалу. У него мувспит большой. Ну что это такое? Там тем временем СК подцепили на торрент. На Хекс хорошо. Под Кобс и Кинг уходят. Послушайте, мы, слушайте, пошла Аура. И хотят его догонять, но Бринкаут. Бринкаут, Форстафы вроде как спасаются. Покси здесь, что ты делаешь? Господь, какой же кошмар. Они просто-напросто выгоняют отсюда ребят с команды РРК. Как будто их территория. За порты ходят без защиты. Совершенно непонятно как. Там разгон куда-то был зачем-то. Просто спугнуть или крипов отпушить. Но надо реализовывать. Уже Аегис идти ломать вышки. Можно сразу все три. Все три Т3. А тут Санки приехал, скорее всего. Тут его находят. Ментальный прокаст. Санки, большая проблема. Нету Малайдшиду. Есть у него Лип. Сможет он отсюда уйти. Прокаст есть у нас. Хорошо. Вроде как живет. Какое-то время он вернулся даже от Липа. Но что за приостанавливает игру? Шедо-демон отключается от игры. 7 ХП у нас. Выживет ли он каким-либо образом? Что может сделать? Ничего. Старфон напоследок дать и умереть. Бежит уже к нему Ретрибьюшн. Ретрибьюшн здесь может дать Торнадо. Торнадо долететь не долетит. Бежит, конечно, сюда уже Маскарад. Но все это сделать, конечно, не получится. Стоит ли им драться сейчас? Основная их цель, возможно, попробовать забрать Келтузеда. Ксифир, есть у нас просветка? А, без права. А, гему Мирана. Ай-яй-яй, я не заметил гему Мираны. То есть, как сейчас погибают Мираны, они резко перестанут видеть все происходящее. Ксифира и Каал. Ой-ёй-ёй. А это грязь. Ну, так что, ребят... А, это немножко другой чатик. Жаль. Грустный смайлик в чат. В память о Санке. Понимает свою обреченность. Понимает, что он сейчас потеряет гем. Можно успеть выложить и задонайить. По-моему, нельзя. Эту функцию убрали уже давно. Да. Грустно все. И дастов нету, поэтому Каала просто уйдет в Шадоублейд. Ксифир просто уйдет в свою родную невидимость. Ну, а Санке, но Келтузард уйдет в пески. При необходимости их не найдут. Конечно, рассказ Тэденуокера может сказаться каким-нибудь образом. Ну, и что это за позиционка? Это, на самом деле, тактикал пауза очень сильно похожа. Неприятно. Хорошо, что задержка 4 минуты на стриме. Ничего они не увидят. Вот сигналы сейчас понимают, кто где находится. Ну, это, блин, вот прям реально похоже на тактикал паузу. Просто просто понимают, кто где находится из команды RRQ и здорово. Посигналили. Отпустите ее. Да, да, большая проблема у нас у Мираны. Ну, и с этими проблемами, конечно, никак не справиться. Но, тем не менее, это вражный, вражный, важный фраг для команды RRQ. Для них сейчас они получат, сколько у нас? 5, 2, 11. Ну, в принципе, не так уж и намного, но, тем не менее, все еще имеет определенный вес. Странно, что у нас случилось, что у демона непонятно. Но, как-то выглядит действительно очень-очень подозрительно. Так что, давайте я пока напомню. У нас пауза, что не забывайте подписываться на наши группы ВКонтакте. vk.com.ucs.dot vk.com.ucs.league, соответственно. Ну, и на наш Twitter, vk.com. Ой, vk.com, говорю, twitter.com.ucs.league. Много всего интересного. Прикольные штучки. Розыгрыши. Для самых активных, конечно же, всякие ништяки, так сказать. Ну, и все такое прочее, пока мы ждем у нас возвращения. Что тут демона, что у него случилось. Ну, серьезно, прокси там никак не поможет. Он еще собирает себе аганим, чтобы двоих пурджить. Чтобы двоих пурджить наверняка. Ну, ребята, не делай это. Давайте-то еще графики обсудим. Но что-то обсуждать. Монголсы доминируют пока что. Все в их пользу. У них нетворсы топовые. Ну, 15 тысяч у инвокера. За счет того, что Мидас все-таки имеется. Мидас он прожимать не забывает. Постоянно у него в КД находится. Мирана тоже фармит сейчас старфолом. Просто по КД все, что видит. Там тингер 11 тысяч. Это маловато. Марш машин можно было вынести больше. С учетом того, что 8 тысяч и 7 тысяч у нас у саппортов, так сказать, команды Монголс. То 10 тысяч на сларке кажутся совсем смехотворными. Но 11 тысяч тоже недалеко ушли. 3 тысячи всего разницы золота. Такая же разница между ними, конечно. Но саппорты не должны. Посмотрите, 1900. Как бы среднестатистический такой саппортик. Но... А вот тут вот 8, допустим. В 4 раза больше. Приятно. Сомнительно. 7 хп. В общем, должен сейчас попробовать закупиться хотя бы. Попробовать закупиться. Может быть, что там. Ну что ему? Ему Тарел Блейд... А, ну да, не получится. Ему нужен Тарел Блейд, соответственно. Это... Игл Сонг. Он стоит 3200. Да. Тем более, курьера здесь нету. Грустненько. Грустненько. Это все. Там, кстати, спиртбрекер тоже не умереть там. И смотрите. Еще давайте гипотетические ситуации поразбираем. Прибегает он сюда смокскрин. Сейчас действие... Тут не показывает, да. У нас здесь... Сколько он? На четверочку вкачан. Отлично. Все. Отдлительность 6 секунд. Соответственно, он был поставлен примерно 2 секунды назад. То есть, еще 4 секунды он пройдет. Но как раз закончится, когда прибежит сюда маскарад. И будет у него ультимейт. Сюда уже приходит Retribution. Сама локомая цель, это, соответственно, у нас Яби. То есть, он единственный, кто не скроется в Shadow Blade, не уйдет в невидимость. Так как просветки у нас нету, то, соответственно, нужно фокусировать именно тинкера. Я думаю, что... Я думаю, что ее маскарад это прекрасно понимает. И в любом случае будет ультимейт потрачен в него. Если он успеет добежать. Потому что там у нас, блин, и даггер имеется. Но нет маны на, соответственно, реарм. То есть, в таком случае... Нет маны на реарм, да. Отпиться батлом он не успеет. Даже если успеет, маны очень мало. 107. Не хватит. Не хватит после этого всего. Ну и готовы. Давайте смотреть. Санки. Санки, слушайте, все еще бежит и пытается размансить. И блинкаут и выживает. А мы похоронили его. Торнадо моментально. Отлично сыграно. Спасибо, вроде говорит. Ты там, тем не менее, разгон отменил. Вот так вот. Гипотетическая ситуация оказалась неверной. Хватило бонуса с Липа, чтобы размансить и просто сделать блинкаут. А вот оказалось бы, уже похоронен. Похоронен, товарищ-то. А нет. Живее всех живых. Буквально одной тычки ведь не хватило. Инвокер там не успевал бы никак помочь. Поэтому вот, если бы Тинкер стоял чуть ближе, ему бы хватило рейнджа атаки. Потому что он после лазера стал разворачиваться. Или прокси. Серьезно, прокси? Вот серьезно. Пролетел крест. Полетел разгон. Есть ТП. Пролетели торнадо. Пролетело все сейчас. Пока Али. Но он отсюда просто-напросто выпрыгивает. Здесь у нас пошел эпицентр. Неплохо. Откапывает двоих. Прокси очень битый. Сейчас пытается здесь уйти. Маскарад забегает. Пошел ультимейт. У нас по Келту Зерду. Хватит ли урона, чтобы его убить. Пытается настрелять просто-напросто Санки. Санки убивает. Сладко. В результате всего этого действия. ЕМП пошло минус. Также еще и Санкинг. И это 2 в 0. 2 в 0. Это еще Эггису Ретрибюшена. Не забываем. Пошли у нас машинки. Марш в машину неприятно. Нужно как-то отдефать. Нужно как-то пережить. Переждать. Ну и волна крипов еще не скоро. Поэтому предпринимают решение зайти попробовать сверху. Но пока что пропущий не получится. Хотя что, погодите. Все еще работает антиб... Ну, Багдор типа сбит что ли? Нет. Сейчас работает. Пошел Глиф. И вроде как живут. Ну, 29 секунд до Сларка. Не так уж и скоро. Тем временем башня продолжает медленно, но уверенно падать. Да, башня упадет. Там что будет? Прилетел у нас, да? Прилетел корабль. А кто? Ну, корабль на подстраховку. И бьют разный барак. Почему-то сейчас оппоненты... Ой, а, свои тиммейты прицепили на крест. Варежа пошел. Торнадо будет. Лемп разбили. А Егис только еще стрела не попадает. И отходит отсюда команда. Монголс. Мимо подкоп. Каким-то чудом делает у нас Сент-Кинг. И спасается живыми, здоровыми почти вся команда. Ну, а Егис потеряли. Не страшно. Итог бой мы видим, да. Не страшно. Потеряли полстраны. Фактически. Осталась казарма мечников, которая сейчас отхиляется. Уже неплохо. Ну и что? И смог вылазка моментально. После отдефа. Ну, возможно, пойдут сейчас на Рошана. Но Рошана пока еще нету. Поэтому вот показывают, что давайте кого-нибудь найдем. Невидимость на ходе здесь. ААА Немо. Успеет ли видеть? Здесь пошел скан. Скан находит из... Ой-ой-ой. Это не та цель, которую вы бы хотели найти. Санка моментально делает лип. Пытается туда уйти на, соответственно, бонус сумму спида. И... ААА Немо. ААА Немо. Немо-немо. Нет, все хорошо. Никого... Никто никого не нашел. Хорошо для команды Монголс. Плохо для команды РРК. Ее потратили, не смог вылазку. И никого не удалось им подцепить. Хотя скан был успешный. Скан у нас попал по Санке. И если бы были чуть быстрее, ребята могли бы его подцепить. Но... Липы. Липы имба. Не забывайте делать их даже, когда вы идете просто так, не по базе. В сторону базы или куда-то идете. Все такое. Ну что, вот ответные смоки сейчас. Поражалась еще немножко. Аура. Спиритбрекеры. И будут ловить. Но ловить-то некого. С базы не выйдут. Отсюда теперь РРК. Понимаю, что только лишь вместе они сильны. Пошел у нас скан. Скан никого не подцепит, конечно же. Ну и... Ломать вышки. Ломать вышки сейчас нужно в первую очередь. Чтобы потом можно было заходить просто на посты и сломить... Уже не только вышки, но и бараки. Так что вот, да, идет пропуш. Мирана здесь в одиночестве пока что. Возможно, немножко подбайти торнадо никуда. Ну и... Блин, сделан не в ту сторону. Возможно, это его спасло сейчас. Слушайте, а куда бежать-то? Зачем? Стойте, там же все! Спиритбрекер нет. Хорошо, отменил. Увидел, что там не один. Потому что плохая идея. Но этим можно воспользоваться и идти пропушить нижнюю линию. Показывает, что может быть пойдем туда. Ну тут вон Кунг, например. Ну и СТП. СТП уже и отступает снова команда Монголс. И Казарма Магов остается в целости и сохранности. Пока что. Опять разгон. Господи, спиритбрекер успокоить. Что он делает? Зачем он... А, он вижен таким образом дает якобы. Ну как бы так можно подловить потом. На этом самом разгоне. Время Retribution продолжает фармить. Он все еще уверенно занимает первую строчку Нетворца. Если проблем нет никаких. Пролетела стрела, чтобы дать инфу о том, что нет варда сверху. Все хорошо. Пошла еще Аура. И живет. Живет пока что. Но пропушить не получится. Нужен либо Пайт, либо Аигис для уверенности в себе. Но там Аигис закончился недавно только. Либо возможно Аганим для Шдо Демона. Возможно это изменит сейчас моральное расположение духа команды Монголс. И они пойдут воевать. Пойдут ли они воевать? Давайте пошел у нас Гост Волк. И тут еще и смоки. Тут же моментально взберут. Будет ли просветка. Просветка ни у кого нету. Тормада прилетела. ЕМП сейчас есть. Пошел Эпицент. А ЕМП не успел дать. БКБ прожимает Retribution и живет. Переживает весь Эпицент, который фактически был дан зря. Куала там тем временем пытался посражаться. Но его тут же переиграли. БКБ поражало. Но это не помогает. Пытается вон Шадо Блэйди убежать. Там тем временем Рикимару приговорили. Видят. Сейчас они еще и Санкау прячут. Но конечно пытается уйти. И хорошо. Липно тут у нас его встречает Кунка. Кунка садит на крест. Садит на торрент. Его конечно пускать никто не собирается. Минус Сларк. И еще не находит Вариш. А Вариш тоже не уйдет. Его просто на пустыне стреляет Санка. Да. Ну и что. Заход на Т3. Сверху немножко пропушить. И те уже доламывать барак этот. Можно зайти на мид. Можно подобраться снизу. Троих нету. Байбайков нету. Шансы есть. Шансы есть. Команды Монголс сейчас не закончить. Если то очень сильно продавить. Более 20. Почти уже 25 тысяч. У нас опыта. Про золото ровно столько же. Ну и минус первая сторона. Будут лететь дальше сейчас команда. Да. Дальше. Идут не жилет. У нас есть ТП от Тинкера. Интересно. Полетел Торна. Но отменили. И пошел разгон. Пошел разгон. По Сенкингу отменили. Хорошо. Он тут уже возвращается потихоньку. Есть Рекемару. Есть Оракл. Возможно стоит поступить. Есть подкопчик. Нет эпицентра. Стрелы полетели. Будет ли стрела в ответ? Стрела попадает мимо. Пошел у нас ультимейт. Ультимейт неплохо. По Келтузе заходит смокскрин. Санстрайк. Санстрайк мимо. Дефинбаз зато не промахивается. И полетел корабль. Еще и по Келтузе хватит ли его выкапывается. Отличная игра. Сейчас от Келтузе блинкаут. И сживет благодаря этому. Но ребята не останавливаются. Там Старк вернулся. Кстати сейчас. Это может послужить отправной точкой того, что они закамбетчат. Старк заходит немножко сбоку. Пытается кого-нибудь найти. Получится ли у него это сделать? И в принципе не получается. Потому что хотя сушить тело Санка. Санка опасна. Здесь стоит. Его видят. Тут же Retribution проходит мимо. Что будет ли врываться? Здесь у нас не стал. Не стал. Ну что. Хотя бы сторону снесли. Били опять. Не тот барак немножко. Но видимо придется сейчас забирать Рошона. И уже брать кого-то другого. А забирать Рошона. И ломать возможно другого-то этот барак. Но с Эйгисом я думаю ребята будут поувереннее. И смогут справиться. Запросто. Продолжение 22 тысячи. 19. Ну я напоминаю. У Сларка равный НТО вместе с Шэдоу Демоном. Ребята. Сларк. Шэдоу Демон. Сларк. Шэдоу Демон. Одинаковые Нетворцы. Нормально? Я считаю что нет. Такого быть не должно. Ну и вот. На Рошон для команды Монголз. У нас еще и пробудет немножко Ботл. Ману. Все такое. Мог бы все Ботлы забрать нас. А Ботлов-то нет уже. Все. Все продали. Слушай. Куала могут быть проблемы. Посигналит. Но нет. Шэдоу Демоном просто ушел. Там невидимости бега. Ты посигналил Лоракл. Что там что-то неладное. Санстрайком еще добивает. Мирана забирает себе Аегис. Ну и что. Финальный заход на последнюю сторону. Скорее всего после этой драки. Но давайте посмотрим на байбеки. Уже тогда есть байбек лишь только у Тинкера и у Мираны. Если погибнет сейчас вся команда РРК. Один Тинкер базу ясное дело не задефает. Тинкер по крайней мере такого уровня. Что ж. Прошел Шэдоу Блейд. Находят они Коалу. Поможет ли это здесь есть. Видит Коалу. Коалу понимает. Все. Пошел разгон. Тут полностью нам просто Паунс. Хватит ли это. Будет ли разгон. Дальше прошел Шэдоу Блейд. Нету Вижена. Проблема. Отступать. Здесь есть подкоп. Подкоп мимо Торнадо. В ответку. Там подцепил Решка. Устрема попадает. 5 секунд. Поваришь. Уваришь. Здесь не железо. Даже Санстрайк. Даже ультимейт даже не понадобился. А вот у нас Маскарада пытается здесь пробраться. Тут у нас идет сражение с Бараками. Барак в этот раз бьют Верными. Разгон дальше. Просто нам просто догон. Подкоп. В общем битый Маскарад. Но здесь он успел уйти в Shadow Blade. Вроде как живой здоровый. Дальше идет продолжение сражения. Санки просто нам просто бьет Барак. Пошел в Монлайд Шэдоу. Барак добить. И отойти возможно стоит. Сейчас нету Глифа. Барак закончился. Барак закончился. И не хотят отступать. Сейчас могут подловить кого-нибудь. Пошел ультимейт. Пока Али. Есть у него. Да. Есть у него Паунс. Есть у него Дарк Пакт. Справится. Кого у нас там. Гем-то. Гем у нас у Мирана. По-моему был. Гем был у Мирана. Тоже повесили квест. Он вернется после базы. Хорошо. Живой. Здоровый. Не знаю что. У Санки Аегис. Он может потанчить. У него еще и Терриал Бейт. Он может просто-напросто сбрить кого-нибудь там. Тем не менее. Инвокер. Господи. А нет. Это не инвокер. Это просто-напросто Прокси. Спасает инвокера. Ретрибьюшн. БКБ. На разобороте Куала. Очень бит. Прожать ультимейт не успевает. Но тем временем Санки должен бить вышку. Где у нас Санки? Почему Санки не бьет вышку? А Санки на базу гонял. Нормально. Тем временем возвращается он с Гемом. Есть подкоп по двоим. Есть у нас эпицентр. Эпицентр имеется. Хорошо. Тут же моментально ультимейт. Пошел у нас БКБ. Дьюфин Бласт по двоим. Торнадо также Куала. Здесь сливается. Вынужден прожимать Шадоу Дэнс. Он тут прожимает. Стрела попадает по Куале. БКБ прожимает с петли убить с руки. Вон Санки там теряем прокси. Совершает серию бис. Тут Метеор просто-напросто по троим. Есть байбэк. Это единственное возможное. Пошел у нас Гример Кейп. Живет какое-то время прокси. А тут Каулу разбивает просто-напросто с руки. Куала минус. Есть байбэк. Байбэка нет. Есть еще байбэк от Санкинга. Пытается он эпицентр пойдет. Неплохо. Но уже не хватает урона. Второй уровень все еще. Но до сих пор это лишь только минус Аегис для Мирана. Вот так вот. Ну и Мирана сейчас вернется. Последний дождь 9. Это Реал Бейт кинет. И это минус 4 в 2. И Аегис и Гудгейм Велл Плейт 1-0 в пользу команды Монголс. Ох-ох-ох. Что еще нас ожидает и дальше? Мы сейчас с вами посмотрим. Небольшой, ребят, перерыв. Музыкально-рекламный. Не забывайте в это время подписываться на нашу группу ВКонтакте. vk.com.acc.dot. vk.com.acc.leek, соответственно. Ну и наш твиттер. twitter.com.acc.leek. Пока что небольшой перерыв. Сходите на лейт-чайо. Устойтесь поудобнее. Нас ждет последняя игра сегодняшнего дня в рамках ProDotacup. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова